Танец мужчины и женщины. Наслаждаться им можно бесконечно. Холод льда и огонь эмоций сплетаются в единый сюжет отношений. Фигуристы движением и жестами передают то, что невозможно выразить словами. Кажется, будто этот танец будет длиться вечно. Парное фигурное катание – один из красивейших зимних видов спорта. В 1908 году на летней Олимпиаде в Лондоне его включили в программу соревнований. Наверное, организаторы хотели придать красоту и зрелищность играм, девиз которых – выше, быстрее, сильнее. Фигурное катание появилось в России благодаря Петру Первому. Именно он привез из Европы коньки и придумал способ их крепления прямо к сапогам. Правда, после его смерти фигурное катание было забыто почти на полтора столетия. В 1865 году в Санкт-Петербурге открыли первый общественный каток в Юсуповском саду. О популярности катания на коньках в России тех времен упоминает Лев Толстой в своем романе «Анна Каренина». Левин, один из главных героев, был превосходным фигуристом, а его умение кататься на коньках в Москве знали все. В свою очередь, каток в Юсуповском саду Северной столицы стал и базой подготовки фигуристов. В 1878 году здесь состоялись первые соревнования. О серьезности подхода к фигурному катанию говорит тот факт, что на летней Олимпиаде 1908 года в Лондоне Николай Панин-Коломенкин выиграл золото в соревновательной программе «Специальные фигуры». Советские фигуристы впервые взошли на Олимпийский пьедестал в 1964 году. Людмила Белоусова и Олег Протопопов выиграли золото в парном катании. Наряду с хоккеем, фигурное катание было одним из самых популярных зимних видов спорта в Советском Союзе. Вряд ли древние греки могли представить, что когда-то в программу Олимпийских игр будет включено фигурное катание мужчины и женщины. Для них, ценителей прекрасного, женщина была лишена тех прав, которыми обладал мужчина. Историки сходятся во мнении, что в Древней Греции отношение мужа к жене практически не отличалось от отношения к рабам. Правда, совсем по-другому относились к женщинам в спарте. Девочки наравне с мальчиками занимались спортом, а взрослая женщина могла спокойно вступить в разговор с мужчиной, в то время как в Афинах это осуждалось. Таким образом, христианское учение постепенно стало проповедовать взаимное уважение между мужчиной и женщиной. Главная особенность парного катания на коньках – слаженность движения партнеров. Необходимо достичь полного единства мужчины и женщины, а для этого недостаточно индивидуальной техники. Необходимо умело выполнять совместные фигуры, которые придают парному катанию особую привлекательность и зрелищность. Раздельное и совместное катание, шаги и прыжки, спирали и обводки, тодес и поддержки – эти и ряд других элементов создают неповторимый танец на льду мужчины и женщины. Существует целый ряд техник и правил выполнения любых элементов. Так, например, для выполнения поддержки партнер, используя прыжок партнерши, поднимает ее выше уровня плеча. При этом руки обоих должны быть вытянуты. Успешное выполнение поддержки зависит от четкого взаимодействия обоих партнеров. Лишнее движение ставит под угрозу качество выступления. Кстати, тренеры по фигурному катанию очень скрупулезно относятся к формированию пары. По их мнению, создание прочной пары обеспечивают такие качества, как общительность, спокойный характер, трудолюбие, психологическая устойчивость к трудностям. При создании пары важно учитывать и психологическую совместимость партнеров, и их притязание на лидерство в малой группе. Говорят, что на создание и упрочнение отношений партнеров уходит около двух лет. Парное выступление фигуристов является украшением олимпийских игр. По всему миру зрители, затаив дыхание, смотрят за катанием мужчины и женщины. Порой их танец так завораживает, что хочется, чтобы он длился вечно. Часы упорных тренировок и желание во что бы то ни стало быть единым целым на льду – это стремление фигуристов. Нечто подобное происходит и в жизни. Отношения мужчин и женщин – это совместный танец, в котором каждый выполняет свое предназначение. А одним из важных элементов отношений, как в фигурном катании, так и в жизни, был, есть и останется элемент с таким простым, но глубоким названием – поддержка. К чему приводит стремительная гонка жизни? Субтитры создавал DimaTorzok